Когда я начинала заниматься аудитом, то в нашей стране слово аудит не знал почти никто. Самый старт начинался у меня классическим. Я начала работу главным бухгалтером. Поработав в сфере бухгалтерии, затем получила аттестат аудитора и перешла в область консалтинга. Мне это было интересно, я люблю учиться новому. Занимаюсь консалтингом, аудитом, финансами более 20 лет. И уже почти 5 лет я работаю в компании КСК, которая стала мне почти родным домом. Наш главный принцип – принцип независимости. Мы смотрим, учитывая весь наш опыт, на проблемы, на бизнес клиента как бы со стороны. Ориентируемся мы прежде всего на интересы собственников российского частного бизнеса. Потому что процветание нашей страны зависит от того, насколько будет сильным наш российский частный бизнес. Я часто сравниваю свою профессию с профессией врача. Мы как хирурги честны с клиентами, мы должны принимать быстрое решение, мы должны говорить им правду, и мы должны быть независимыми. Если мы будем слишком женить наших клиентов, позволять им самим себя обманывать, скрывать от них реальное положение дел в бизнесе, мы тем самым навредим. Проблема основная, с которой сталкиваются собственники бизнеса, в том, что много лет мы жили в состоянии повышенной маржинальности. Наша экономика росла, очень активно развивались все сферы экономики. И маржинальность была бизнеса настолько высокой, что это позволяло совершать любые ошибки. Это не мешало бизнесу расти и развиваться дальше. Но, наконец, пришло осознание ко многим владельцам бизнеса, что прошлого не вернуть. Мы живем уже в новой реальности, а реальность такова, что быстрого роста, очень большой маржинальности в бизнесе нет. И поэтому все обратили свои взоры внутрь своих компаний. Всех сейчас интересуют вопросы эффективности бизнеса. Бизнес – это то, что должно зарабатывать деньги. Бизнес должен зарабатывать прибыль. Если бизнес не зарабатывает прибыль, это не бизнес, это хобби. Мы должны правильно поставить диагноз, понять, в чем проблемы, либо какие-то скрытые ресурсы для развития этого бизнеса, найти, определить эти ресурсы, определить проблемные зоны, оценить риски, которые есть в этом бизнесе и предложить адекватные, простые, четкие, конкретные, понятные решения. И помочь. Редактор субтитров А.Семкин